Военнослужащие вооруженных сил Украины выполняют все поставные задачи на востоке Украины, связанные с защитой территориальной целостности нашей украинской державы, государства. Мы хотим, чтобы Украина была одна, единая от востока до запада. У нас один украинский народ. Но в марте месяце у нас преступно оторвнули автономную республику Крым и включили почему-то в состав Российской Федерации. Вы как объясняете, говорите, Крым забрали, отобрали, так без единого выстрела было. Это российский Крым забрали, отчаяния, отчаяния не захотели жить по законам украинской кунты, которая незаконно вважала эту власть. Теперь это получается мысль-серпиратисты. Вы бандиты, вы должны идти воевать с Донецкой. Знаю, вы этой кунта, мы молчать-серпиратисты, мы разговариваем на русском языке, в Донецке разговариваем на русском языке. Вы не имели никакого права отнимать у нас, русские языки. Вас не заставляют нас лицами. Вы, Порошенко, кто? В первую очередь началось говориться за русские языки. Москали убивают, сепаратистов убивают. Если вы за русский народ, значит, вы враги, значит, вы предатели. Какое вы имеете право отбивать наше право? Так вы сепаратисты, вы нас называете сепаратистами, и вы должны идти убивать дончанин, гончан, потому что они захотели жить по-другому. Хотят, пусть живут по-другому. Почему? Наши мужики должны идти их убивать. Это по-вашему, вы так и слагаете. Мы должны идти их убивать. Вы все говорите, ваша украинская кунта. Вы заколпали уже, Порошенко, я киню, несут шушь всякую. Кто-то можно и не слушать. Ваши дети никуда не пойдут. Уж я никуда не пойду. Все уже обслужили. Мы никому ничего не обязаны. Мы верить вам не будем больше. Вы только в рёте. Можно сказать, что весь наш район воевать не пойдёт. Добровольцы уже все ушли, кто хотел. А мы остаёмся на своей земле. Мы не хотим жить мирно и строить Украину. Хватит её разрушать. Хватит её на колени ставить. Пусть Порошенко договаривается и едет в мир. И будет мир. Кому нужна эта война? Вам нужна? Вы идите и воюйте. Нам она не нужна. Мы хотим детей растить, внуковать, строить Украину. Работать здесь. Вы же сюда пришли, на нашу землю. Забирать всех мужиков. Накажи, родной. Они вернулись. Такое служение и ста у вас враги. У нас там народ, такие самые родные и близкие. Зачем? Призывайте. Зачем вы потом ходите на казани, если вы не добровольцы, добровольцы? Кто хочет, пусть идёт воюет. Не знаю, против кого. Сколько можно это слышать, гадость, по телевизору? Сколько можно этого вранья обладать? Вы же это всё на сейдиотах здесь все считаете. Люди, как баран, уже сказали, напугали. Они пойдут и будут это делать. Нет. Устали. Мы тоже будем защищаться. Молодец. Все вместе. Это нам и будет сила. Хватит разрушать наши семьи, наши людские жизни. Хватит. Донецк, посмотрите, что там делают. Забеги люди. В погребах сидят голодные. И Россия им помогает. Киев прислал их покушать. Что-нибудь их прислал? Они без света, без тепла, без еды сидят. За что они не страдают? За что? Они жили 40 лет обстроили. Вы-то за 23 года что-нибудь выстроили. За время независимости. Вы только разрушаете. Вы покажите, что вы построили. Банги только. Я строю. Я ничего не разрушаю. Я только строю. Работаю. Обраматываем земли. Пашем. А вы оттуда смотрите, как вы дежурничтожите и украстье. Обраматываем. Какое вы имеете право пенью на войну засвещитывать? Мы против войны. Вы полностью наше право все отдали. Мы не имеем права ничего сказать. Мы против Европы. Мы против НАТО. Мы хотим единым народом жить. Мы хотим с Россией дружить. Мы всегда с Россией мирно жили. И как мы можем здесь выращивать свои помидоры? Куда мы их? Возьми губы и зел. Мы с Россией жили и хотим жить мирно и дружно.